Я Кочетов Павел Владимирович, даю добровольное согласие на видеосъемку. Звание прапорщик, должность фельдшер 10-й мотострелковой роты 3-го мотострелкового батальона полка 14-30. Как относились к тебе твои командиры? Посредственно. Ну, посредственно обеспечения, какое было? Обеспечение медпункта все обеспечивалось за счет свой. То есть, что привезли с собой, что купили в аптеках, что какие-то ЭППшки, жгуты, зеленку дали, но все такое. Не первая необходимость. Ты видел трупы? В посадке первый раз, когда в это шли, 7-го числа. Да, лежали 200-е наши, их никто не тащил, не забирали, не пытались. И в акутационной группе там не работали. Ну, может быть, ты слышал, сколько ваших потерь? 30% потерь батальона. В роте, то, что я знаю, это 3,02, а 1,03. Что бы ты сказал своим сослуживцам сейчас? Сослуживцам, которые стали... Которые еще остались там. Хотел бы сказать так, что за времяпрепровождения здесь, блин, не видел ни фашистов, ни нацистов, ни нацистских флагов, ни издевательства над русскими пленными, ни ущемления русского языка. Отношения хорошие. Горячую еду дают. Не издеваются ни над кем. Все это пена в заднем проходе, отрезанные пальцы. Это все чушь собачья. Твое отношение сейчас к Путину? Негативно. То, что он развязал войну, отправляет людей на убои. Я не знаю, для чего это ему нужно. Может быть, его амбиции? Или что? Что для чего? Я просто не могу понять, зачем эта война нужна ему. Мы сюда пришли, сюда как оккупанты. У нас здесь не должно было быть в таком качестве. Вообще здесь российских войск не должно быть. Это срельвенное государство. И решать оно должно свои проблемы сама. Россия должна решать свои внутренние проблемы. Строить дороги, газофицировать села. У нас много газофицированных сел. У нас врубается лес, не пойми куда идет. Разрешили собирать валежник. То, что валяется на земле, а самому собить дерево, прийти в лес нельзя. То есть как-то люди должны выживать, не пойми как. Вот это нужно, эти вопросы решать, а не лезть в чужую страну. Я не знаю, зачем он это делает. И гробит свой народ. Это позор будет не только нам, нашим детям и правым. От этого пятна потом оттереться. Никто нас никогда не простит за это. Это все то, что по его приказу делается. Что бы ты передал своей семье? В первую очередь хотел извиниться за такой позор, который принес своей семье, приехав сюда. Хотел бы вам пожелать терпение. Спасибо. 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 Спасибо.